После конфигурации маршрутизатора сделаем конфигурацию коммутатора. Основная разница между этими устройствами в том, что маршрутизатор работает на третьем уровне, то есть на уровне IP, а коммутатор на втором. Соответственно, IP это основной протокол маршрутизатора. Он может быть на любом интерфейсе IP-адрес. К коммутатору для работы IP-адрес не требуется. Он требуется только для управления. Поэтому назначение IP-адреса к коммутатору это нетривиальная задача. Давайте выберем 2960. Компьютер. Подключим консольный порт. Подключим витую пару. Поскольку компьютер это терминальное устройство, DTE, а коммутатор коммутационное DCE, то у нас прямой кабель. Так вот. Ну вот, смотрите, у нас терминал запустен. И вот на этом терминале загрузился коммутатор. Зададим имя коммутатора. Так, MSK, это Москва. Место это Донская. Коммутатор это свитч, SV. И номер один. Теперь зададим пароль enable, зададим пользователя и зададим telnet доступ на консольный, на виртуальные терминалы и пароль на консоль. пароль для администратора enable secret ну пусть опять и будет циск пароль пользователя админ user name админ privilege 1 secret циск зададим шифрование паролей запишем теперь давайте сконфигурим виртуальные терминалы VTI опять же с нулевого по четвертый line VTI с нулевого по четвертый password паспорт пароль на консольный порт паспорт циска логин давайте посмотрим конфиг получился запишем значит для того чтобы нам поставить IP адрес надо его на куда-то повесить на какой-то интерфейс IP адрес на коммутаторах вешается на VLAN соответственно поскольку у нас используется IP адрес для администрирования для управления коммутатором выделяется отдельный VLAN для управления коммутатором ну давайте мы создадим пусть это будет второй VLAN интерфейс интерфейс VLAN 2 мы на этот интерфейс повесим IP адрес 192.168.2.1 и маска ну и на весь коммутатор вешается дефолтный дейтвей не на какой-то интерфейс потому что интерфейсы IP адреса это отдельно живут а дефолтный кейтвей вешается на все устройство он должен быть один IP 192.168.2.254 пусть будет записали ну и чтобы этот VLAN был доступен мы должны повесить на какой-то железный интерфейс ну у нас компьютер подключен к первому порту мы на него и повесим Fast Ethernet нулевой слот первый порт у нас может висеть как несколько VLAN так и один VLAN когда несколько VLAN они естественно должны тагироваться это называется транковый порт когда один VLAN это называется Access порт задаем что это у нас Access порт с помощью команды Switch порт Switch порт mode Access и задаем VLAN второй VLAN новая давайте давайте мы конфигурацию зададим Fast Ethernet IP адрес 192.168.2.10 и запустим командную строку айпи конфиг и пропинкуем коммутатор ping 192.168.2.1 не сразу пошло и давайте потолнету подключимся все enable ну а теперь как мы и планировали настроим SSH для этого мы должны сгенерить ключ и добавить домен так айпи мы называем донская феда так вот теперь сгенерим ключ тока RSA 2048 ну и после этого нам нужно транспорт SSH повесить на виртуальные терминалы line VTI 04 транспорт input SSH запишем мы можем убедиться что теперь потолнет он не подключает APS SSH подключает вот собственно мы и сконфигурили коммутатор а теперь вот так вот чтобы отображалось то же самое имя тут вы можете сохранить конфигуратор экспортировать и добавить свой отчет не забудьте сохранить и теперь вы можете вашу картинку экспортировать чтобы вставить свой отчет 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 Продолжение следует...